Более 1 тысячи севастопольских предпринимателей получили льготные кредиты в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году. Об этом журналистам сообщил управляющий севастопольским отделением Центрального банка России Михаил Бижан. Программа, которая действовала в Севастополе, это программа так называемая кредита под 0% на заработную плату. Это первая программа, и севастопольцы воспользуются этой программой 139 предприятий на общую сумму 69 миллионов рублей. Далее, кредитные каникулы. Тоже достаточно распространенная мера поддержки на 7,3 миллиарда рублей. Были предоставлены финансовыми учреждениями Севастополя кредитных каникул, то есть рассрочки платежей. И воспользуясь данной мерой почти тысячи предприятий. Михаил Бижан также напомнил, что в прошлом году предприятиям из пострадавших отраслей предоставлялись льготные кредиты под 2%, которые могли быть списаны при условии сохранения штата сотрудников. Общая сумма таких кредитов, выданных в Севастополе в прошлом году, составила 812 миллионов рублей. Схожая мера поддержки для бизнеса была введена правительством страны и в этом году. Также планируется, что кредит будет под низкий процент, это всего 3%. Он, правда, не будет являться безвозвратным, но он предоставляется на 12 месяцев. Можно подавать заявки в нашем регионе уже со следующей недели. Это Банк РНКБ, Банк России уже присоединились к этой программе. В скором времени будет Генбанк. Можно будет подавать заявление, соответственно, до 1 июля и получить кредит на 12 месяцев, также в расчете на одного человека в размере МРОД. И важно, что первые полгода можно не оплачивать его. По словам заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко, выплатить такой кредит, предоставляемый наиболее пострадавшим в результате пандемии отраслям, нужно будет в последующие полгода равными долями. Это означает, что, например, взяв кредит сейчас для нашей сферы услуг, сферы туризма, можно его будет вернуть уже по итогам, надеюсь, успешного туристического сезона, когда ситуация будет более понятна нашему бизнесу. Мария Литовко также напомнила, что на прошлой неделе правительством Севастополя была принята еще одна мера поддержки бизнеса, согласно которой предприниматели, сохранившие штат сотрудников, могут получить субсидию в размере одного мрот на каждого работника за четвертый квартал 2020 года.